Представьте себе, что у вас есть на плоскости 5 точек, каждая из которых соединена отрезком с каждой другом. Может ли так случиться, что эти отрезки не пересекают друг друга? Посмотрите, если 4 точки, каждая соединена с каждой, и безусловно, отрезки друг другу не пересекают. Замечательно. А вот если точек 5, как считаете, можно или нельзя? Ну и нельзя. А почему? 5 точек, каждая соединена с каждой, то есть из каждой точки выходит 4 отрезка. Ага, квадрат и у него центр. Вот, к сожалению, это не решение, потому что сказано, что каждая точка соединена с каждой другой. Я специально сказал, что из каждой точки выходит 4 отрезка, а у вас только 3. То есть нельзя, чтобы точка лежала бы на другом отрезке. Так, ну все-таки кто может нарисовать? Нарисуем треугольник. Да. Вот, кремом, ставим, перегон, человек, получаем. Да, да, успеем. Да. Да, да, дальше. Да, да, дальше. на вашей картинке вопрос а на другой картинке поставьте какую-то точку из нее нужно выходить 4 отрезки да мы не знаем как, но вот как-то выходит дальше нам надо поставить еще 4 отрезки допустим у нас не будет повторений а потом уже повторений, а потом уже поставим сюда на моей картинке возникло пересечение это не решение задачи потому что там кто-то другой нарисует вы говорите, что обязательно есть пересечение можно было просто вот эту точку взять немножко подальше а эту немножко поближе и пересечения бы не было а главное там невозможно анализировать все эти 4 картинки да, просто а просто чтобы это было в пространстве нет, конечно потому что в пространстве, разумеется легко избежите вообще какие бы то ни было пересечения вопрос именно на плоскости ладно, ребят, не буду вас мучать потому что на самом деле это значит очень простая но проще всего ее сказать так что значит расположить 3 точки это просто нарисовать треугольник правильно? когда вы нарисовали треугольник и добавляете четвертую точку давайте посмотрим, что будет получаться вот если вы четвертую точку ставите внутрь то на самом деле получается да, вот эта картинка если же вы ее ставите куда-то во внешнюю сторону то как ни странно получается опять эта же картинка поняли? 4 точки невозможно расположить на плоскости по другому чем 3 из них в виде треугольника и четвертую точку потому что если вы то что называется выпуклая оболочка это был бы четырехугольник то у него диагонали пересеклись бы значит а выпуклая оболочка должен быть треугольник знаешь как это по сути такая ну замечательно а здесь вы обнаружили что пятую точку мы на нее будем поставить потому что если вы ее ставите во внешнюю область то невозможно соединиться с этой точкой если вы ее ставите сюда то невозможно соединиться с этой точкой ну и так далее замечательно замечательно несложный перебор в картинках мы с вами смогли это сделать ну с одной стороны молодцы а с другой стороны сейчас будет задача посложнее о пространстве ребята то что я сейчас делал это была не задача на самом деле а такая подготовка к настоящей задачи теперь будет настоящая действительно тяжелая задача в пространстве расположены шесть точек известно что никакие четыре не лежат в одной космосе и так шесть точек то что называется общего положения то есть фокусы типа того что точка попала на отрезок соединяющий где другие или четыре точки оказались в одной космосе это все зависимо шесть точек общего положения берем какие-нибудь три из них и рисуем треугольные берем какие-нибудь оставшиеся три и рисуем треугольные вот в таком случае если вы можете здесь взять треугольную пластику и здесь взять треугольную пластику и они не пересекутся будем говорить что эти два треугольника не зацеплены а если картинка устроена по другому вот представьте себе есть один треугольник а другого строят так вот он идет дальше спускается вниз дальше здесь вот идет нет дальше здесь идет опять его видно я пытаюсь нарисовать как это могло выглядеть в пространстве в общем, господа в этом месте один контур пересекает этот уголь представьте два треугольника если их сделать оба из металла то возникнет проблема задача можно ли расположить шесть точек чтобы никакие два треугольника не зацепились то есть как не выбирая три точки когда вы рисуете треугольник на них и берете на остальных трех точках тоже рисуете треугольник чтобы не возникло то их зацепление точек ровно шесть больше чем шесть это не совсем ужасно дело в том что вообще даже когда шесть точек это уже очень трудно представлять себе в пространстве можно ли так расположить шесть точек а треугольник вы можете нависать на треугольник вы можете нависать пожалуйста просто треугольники называются не зацепленными если можно одну выны пленку на один понимаете да чтобы эти пленки не пересплили ответ нет всегда как вы не делаете но будет хотя бы будет хотя бы что два зацепленных треугольника оказывается для того чтобы это понять про треугольники про шесть точек чтобы решить задачу про шесть точек треугольников оказывается самый разумный способ это сначала по другому решить задачу о пяти точках вот смотрите сколько пересечений на этой картине одно давайте я здесь напишу число 1 заметьте пожалуйста это исходные точки а вот это одно пересечение отлично я сейчас нарисую еще несколько примеров когда расположены пять точек вот например я беру точку вот здесь соединяю 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 сколько здесь пересечений одно абсолютно верно замечательно теперь я беру еще что-нибудь вот так вот три точки и например здесь две пока пересечений нет пересечения есть пересечения есть одно второе и что еще четыре а есть пять третье четвертое пятое так давайте я точки обозначу а б ц д е замечает пять точек и внутри пять точек пересечения отлично а теперь вопрос а может может ли быть две точек пересечения или может ли быть три точек десять точек пересечения может нет а в чем да ну давайте посмотрим может быть например только две точек пересечения да вы присутите я утверждаю что нарисованные картинки не являются возможными то есть у меня есть картинка когда одно пересечение даже две такие картинки да нарисованные хотя они не сильно отличаются на самом деле вот если я нарисую до конца этого картинку то я обнаружу что она по сути такая же вот здесь одно здесь пять а вот еще что бывает наука которой мы сейчас с вами занимаемся называется топология впервые такие задачи стал решать леонардейлер очень многое начал делать первые действительно замечательный ученый очень много всего сделал он в частности стал в теории граф и в честь его есть эйлеровы граф которые можно нарисовать не отрывая руку от доски пройдя по каждому ребру ровно один раз вот повторяю задачу нарисовать пять точек и соединить их отрезками чтобы внимание количество точек пересечения было бы не равно единице пять так не бывает вы договорились что никакие три точки не лежат на прямой поэтому чтобы получить правильное решение нужно было вам представить себе что здесь точка чуть чуть выше и соответственно здесь вот теперь правильно спасибо а б ц д е и здесь да вот отлично итак один бывает три бывает пять бывает а два а четыре ну я думаю что все это слишком много не бывает хотя это тоже надо показать и может быть почему да почему я это я Я верю, но я верю, что да, это невозможно, но все эти вещи надо доказывать. Надо не просто говорить, что я думаю, что там, а нужно приводить какие-то аргументы. Да, пожалуйста. Что? Сколько? Это не неверно, а не до конца нарисовано. Вы забыли провести один отрезок. То есть, смотрите, вы ведь фактически, в мере бедовок, выпуклы петвоугольник, правильно? Замечательно. А так он у нас уже был нарисован. И мы с вами знаем, что вот этот отрезок тоже существует. Еще один, а, б. Разве нет? И вот этот отрезок тоже существует. И, соответственно, точек пересечения... Я начну пять. Ой. Раз, два. Я написал. Три. Пять точек. Когда вы были пятиугольник, точек, разумеется, пять. Так, ну, господа, давайте я вам это расскажу. Когда пять точек, количество достаточно небольшое для того, чтобы можно было просто наставать теканец. Объясняю, почему. Когда у вас три точки, то это треугольник. Когда четыре точки, то по сути конфигурации две. А именно, выпутный четырехугольник и треугольник с точкой внутри. Ну, выпутный четырехугольник, мы, конечно, отрезки вот эти вот, вот эти вот, вот эти вот, вот эти вот, вот, понятно. Вот, здесь вот, значит. А после этого надо просто смотреть, куда поставим пятую точку. И, что называется, проверим все варианты, их право обратить, можно понять. Но, моя треть цель, использовать эту задачу в качестве модели для задачи о сцепленном треугольнике. Поэтому, давайте я вам расскажу совсем другой способ. Я заявляю, что вот эти вот числа нечетные. Господа, это не случайно. Оказывается, всегда, когда у вас есть любая активная точка, количество точек пересечения обязательно будет нечетным. То есть, два и четыре не получаются, не потому, что просто рисуешь, рисуешь, и не решишь. Это какой-то такой случайный причин, чисто диаметическое расположение. Нет. Два и четыре невозможно, и шесть, и восемь. Потому что эти числа черные. Вот. И все уже догадались, как я решу задачу за сцепленные треугольники. Оказывается, как я рисую шесть точек в пространстве, количество зацепленных треугольников, количество вот таких вот пар треугольников, обязательно будет нечетное. А если нечетное, значит и ноль. Вот, обратите внимание, иногда для того, чтобы доказать, что какой-то объект существует, не обязательно, что называется, его рисовать. Можно просто суметь понять, по какой причине, вы слышите? По какой причине таких объектов нечетное число. Дело в том, что нечетное число, значит ненужное. Отлично. Теперь давайте сначала не по треугольнику, сначала давайте здесь, господа. Давайте посмотрим, в конце концов, как можно любую конфигурацию перемести в любую другую. Это очень просто. Надо брать точки и по очереди их двигать. Правильно? А теперь вопрос. Что происходит при движении? Ну, давайте что-нибудь простенькое. Вот у нас была точка С, и она переходит через отрезок ВД. Теперь, что происходит в это время? Смотрите, отрезок ВД в какой-то момент становится вдоль, потом пошел дальше. Эта точка перешла сюда. Это пересечение исчезло, правильно? Но за то что? Появилось новое. Но за то появилось новое пересечение. Вот. Теперь нужно каким-то образом понять, а почему всегда будет. Вот это, пожалуйста, сейчас задача для вас. Это все в твоем месте. Объясните, почему при любых такого рода движениях количество точек пересечения либо не будет меняться, либо будет меняться на две. Дело в том, что сохраняется четкость, это значит, меняется на четное число. Ну или на четыре. Вот здесь есть, а на четыре оно сможет поменяться? Вот прямо вот была картинка. Одну точку через какой-то отрезок переместили. Может ли при этом количество точек пересечения резко измениться вот прямо на четыре? Давайте порисуемся. Давайте посмотрим. Вот вообще, что значит, какая-то точка движется и проходит через какой-то отрезок? Вот есть отрезок? Вот есть у нас какая-то точка. Давайте, это будут точки А, В. А вот эта движущаясь точка будет вот так вот переходить, да? Замечательно. Вот она была в положении С1, а переходит она в положение С2. Давайте думать, что при этом происходит с отрезком АС1. Он переходит вот сюда. С отрезком ВС1. Он переходит сюда. Ребята, просто вот у меня был треугольник АС1В. Он теперь превратится вот в какой треугольник? Ну, вы бы не поняли. Вопрос. А что там с пересечением? Если было какое-то пересечение из отрезков, где точки С нет, то оно так и будет, потому что точка С движется, а другие точки не движутся. Значит, нам интересны только отрезки с участием точки С. Смотрите, если раньше был отрезок какой-то, ну, я не знаю, скажем, отрезок ЕС1, он не пересекал отрезок АБ, то теперь что он будет делать? Передетельный отрезок АБ. Отлично. А если раньше был отрезок какой-нибудь там ДНС1, который пересекал, то теперь он что будет делать? Немец. Немец. Отлично. А теперь вопрос, господа, а сколько этих самых опасных отрезков, у которых может измениться пересечение? Факт, пересекали или не пересекали? Для всего лишь два. Это отрезки С, Е, С, Д. Потому что отрезки вот эти вот С, А, С, В, они к делу не относятся. А с этим все просто. Не пересекал, а теперь пересекаю. А здесь наоборот, пересекал, а теперь не пересекаю. То есть у нас есть отрезки, связывающие точку С, точку Д и Е, и каждый из них, может быть, знаете, здесь такая сменитная задача, стоят стаканы, и за каждую операцию можно перевернуть ровно два стакана. Докажите, что количество стаканов, которые дном вверх, если было вначале нечетное, то всегда нечетное и останется. Если было вначале четное, то всегда четное и останется. Знаете, как это значит? Ну, или хотите, с монетками. Положили на стол, не знаю, несколько монеток, часть из них цифры, вверх, часть дербов вверх. И за каждый раз разрешено переворачивать ровно две монеты, обе блюдаю переворачивания. Докажите, что четность и количество дербов не будет меняться. Понятно? Потому что каждый раз либо два дерба превращаются в два цифра в изображение, либо дерб цифра заменяются на цифры дерб, либо две цифры превращаются в два дерба. Четность при этом не меняется. Понятно? Так здесь тот же эффект. Здесь абсолютно тот же самый эффект. Значит, я доказал, что два не бывает, и четыре тоже не бывает. Отлично. Отлично. Теперь давайте успеем решить задачу по треугольнию. Оказывается, решение состоит из двух частей. Первая часть. Мы должны взять какую-нибудь, совершенно не важно, какую, конфигурацию и для нее посчитать, сколько там фарм соцепленного треугольника. И второе. Точно так же, я считаю, это пяти точек. Надо проверить, что четность количества зацепленных треугольников при вот таком роде движениях не меняется. Поехали. Ну, на самом деле, можно разное брать треугольников. Давайте возьмем, мне кажется, что такой очень простой способ, заключающийся в следующем. Мы берем самый, что ни на есть понятный, треугольник. и на нем на некотором расстоянии, просто его параллельно сдвигаем, абсолютно такой же треугольник. Вот, как ее получилось. В общем, А, Б, С, а здесь А, Штрих, Б, Штрих, С. Делаем, что просто берем треугольник и поднимаем его на некоторую высоту, просто принимаем. Будьте добры сказать зацеплены или нет следующие треугольники. Сначала А, Б, С и А, Штрих, Б, Штрих, С. Зацеплены или нет? Нет. Вот я и пишу нет. Следующая задача. А, Б, С, Штрих и какой еще следующий? А, Штрих, Б, Штрих, С. А, Б, С, Штрих это что такое? Такое. Да? Зацеплены. А на самом деле? Зацеплены. А как это увидеть? На, зацеплены. надо провести линейку. Так. А, Б, С, Штрих. Так, это вот такой треугольник. Да. Замечательно. Зацеплен ли он с, А, Ребята, А, У меня проблемы. Кратимку, которую я нарисовал, нельзя использовать. А знаете, почему я не знаю? треугольник. Потому что, я это специально говорил, шесть точек общего положения. А что значит общее положение? Никакие четыре не лежат в одной плоскости. А у меня? А у меня здесь плоская грани. У меня вот здесь плоская грани. Все это нельзя. Так рисовать вообще нельзя. Хорошо. Хорошо. А как другим способом расположить точек? Каким еще понятным образом можно расположить точек? Заметьте, мне нужна одна какая-нибудь конфигурация, в которой можно разобраться, в которой можно понятно разобраться, понять, как же они там будут зацеплены или нет. На самом деле есть такая штука, как антипризма. Антипризма это вот что такое. Вы берете треугольник, единственное, я боюсь, что я сейчас не смогу это хорошо нарисовать. Вы берете треугольник, дальше его поднимаете, но поднимая вы его поворачиваете. не уж что вот ужас какой-то у меня не получается хорошо нарисовать. Так, это я рисую призму, это совсем не то, что мне нужно. А вот теперь я должен более или недмо поставить точку, более или там где середина поставить точку, более немного там где середина поставить точку. И соединить их вот так. Смотрите, в чем идея IT-PRISM? В том, что я сейчас соединяю каждую точку на самом деле с двумя. Если вы видели, как этот барабан, то обнаружите, что примерно так у барабана и есть. Но, наверное, надо нарисовать это немножко пониже, будет лучше. И там вот эти вот невидимые отрестия. Ну, ужас. А, В, С. Ну, и давайте теперь обозначим вот здесь вот А-штрих, здесь В-штрих, здесь С-штрих. Так, господа, вот теперь мне нужны зацепленные на этой картинке треугольники. Заметьте, чем антипризма хороша? Много треугольников находятся на поверхности этого бакограмма. Правильно? Замечательно. Можете вы мне указать два зацепленных треугольника? Да? А может быть такой, что В-штрих, а просто В-штрих? Итак, В-штрих, 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 еще одна вершина. И, например, А. В-в-штрих, А, пожалуйста, такая есть. Ну, и, соответственно, А-штрих, С-штрих, да? Да. Так, замечательно. Смотрим, А-штрих, С-штрих, это вот эти вот три вершины. А-штрих, С-штрих, это вот эти три вершины. Теперь надо понять вот этот вот треугольник, А-Б-штрих. Ну, что значит, да? Давайте я обвожу вот эти вот три вершины. А-Б-штрих, они зацеплены. Теперь вопрос. Если они зацеплены, можем ли мы указать еще несколько зацепленных треугольников? Да. А? Ну, на самом деле, да. Например, есть такой спуск. Это прокрутка всей картинки. И там, где было А, пишем В. Где было В, пишем С. Здесь вот пишем В-штрих, здесь пишем А и А-штрих. Они тоже зацеплены. И еще раз. Это будет С-А-А-штрих. И здесь будет С-Б-штрих. Заметьте, мы нашли уже три треугольника. Ну, а теперь вопрос. В принципе, сколько пар треугольников на этой картинке? На самом деле, не так много. Если вы выбираете три вершины, то надо сначала выбрать одну. Это делается шестью способами. Потом надо выбрать следующую, потом следующую. Но учесть, что на самом деле, в каком порядке вы их выбирали, не важно. А способ выбрать, в каком порядке, три точки, их шесть способов. И еще не важно, а вы выбираете этот треугольник или этот в первом. Поэтому это еще на самом деле. Господа, вообще-то пар треугольников, всего существует десять штук. И я даже быстро могу выписать. Для того, чтобы это сделать, смотрите, какая есть простая технология. Я могу считать, что в первом треугольнике обязательно есть вершина А. После этого я просто-напросто пишу, что с участием вершины А должно быть десять треугольников. И действительно будет десять. Как их всех выписать? Да очень просто. Бывает с участием вершины В и В штрих, с участием вершины В и С, В и С штрих. Все, с точки В я все перечислил. Теперь с точкой В штрих, уже без В. Это С и В штрих. А штрих, сейчас-си-саштрих, еще без В штрих. Отлично. Что еще бывает? Бывает с точкой А штрих, бывает с точкой А штрих,amientos к амусу. Бывает с точкой А штрих так и бывает с точкой А штрих вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Какой-то треугольник я забыл. А, все просто. А, С, С, штык. А, С, штык. А, С, штык. Господа, а вот теперь, уже, к сожалению, мы должны заканчивать, но давайте я скажу, что надо делать. На этой картинке надо теперь для каждого треугольника выписать и понять, зацеплено или нет. То есть, А, В, штык. И вот этот вот треугольник, А, штык, С, штык. Мы с вами поняли, что зацеплено. Еще мы поняли, что зацеплено. А, А, штык, В, штык. И другой, с ним зацеплено В, С, С, штык. В, С, С, штык. Вот они тоже зацеплены, да? И еще здесь А, А, штык, С и С, В, штык. То есть, А, А, штык, С зацеплено с треугольником В, В, штык, С. Заметьте, я уже три штуки зацеплены в слайд. Вот дальше надо сказать, что вот с этим треугольником не зацеплено. Ребята, подожди, я не буду это делать. Надо про каждое треугольник и про треугольник выставить ее решение. Решить, зацеплено или нет. И теперь скажу, что у вас получится, если вы делаете все правильно. Получится нечетное число. Дальше надо будет понять, почему же оно всегда остается нечетным, и мы получим доказательства этой идеи.